Это наша любимая сумка на бедро. Она у нас в нескольких цветах. В белом, в сетках коричневым, в темно-коричневом цвете, в черном и в текстильном варианте. Это натуральная кожа. Везде креска. Это крупный рогатый скот. Здесь сетка. Позволяет бедру дышать. Снизу ремень. Регулируется на любую длину. На пастерсе. Очень быстро расстегивается и также быстро застегивается. Очень прочно. Так что и пояс. Постегивается на пастерсе. Он не открывается. Просто так пока сам не нажмешь. Сбоку. Стропа гладкая. На самом деле стропа на разных сумках разная. Вы посчитали, что на эту сумку никакая стропа подойдет больше. Регулируется на любую талию. На любой пояс. Не обязательно на талии носить сумку. Можно и на бедра. Можно носить сумку через плечо. Молния металлическая. Белый и черный никель. Отделение главное. Сюда поместятся документы. Ключи. Карманы. Есть телефон. И отделение второе. Там у нас сумку. Очень мастительное. Это отделение плоское. Это отделение объемное. То же самое и у всех остальных сумок. Подкладка тафета 240D плотностью. Она не промокает. Очень прочная. Такая очень приятная кожа. Очень приятные молнии классные. Подкладка тоже очень приятная. Эта стропа тоже хорошая. Она прочная. Она приятная на ощупь. У этой сумки эффект. Точнее у кожи эффект старения. То есть ее можно затереть механическим путем. А можно... То есть... Или бы она сама вытрется. Очень красиво будет стареть. Светло-коричневая с медной молнией. Цвет такой. Хочется ее укусить. Похоже на молочный шоколад. И текстильная сумка. Легкая. Выполнена из кордуры 1000D. Это прочная очень кордура. Мы из нее шьем мод-экипировку. То есть если порезать ножом. Порвать ее. И дальше ткань не рвется за счет специального сплетения. Это сплетение придумала компания DuPont. Она произвела первую эту ткань кордура. Здесь внутри тоже тафета 240D. Непромокаемая. Прочная. Внутри карман. Здесь тоже все на подкладке. Все аккуратно красиво. Молнии металлические. Тоже очень хорошие. Вот такая вот сумка на бедро. Легкая и стильная. Выбирайте любую. Еще одна наша сумка на бедро. У нее одно большое отделение. Один карман на молнии. И просто этот карман. Подкладка тафета 240D. Прочная. Непромокаемая. Два бегунка. В одну и в другую сторону бегают. С этой стороны сетка. Очень приятная на ощупь. Нога не потеет. Пояс кожаный. Из ременной кожи выполнен. Хорошая фурнитура. Пряжка метная. Здесь тоже пряжка метная. Нижний ремень отстегивается на карабинах. И с этой стороны также. Регулируется ремень на любую ногу. Чтобы не болтался вот этот вот ремешок. Его можно спрятать сюда. И так же сверху. Чтобы ремень вам не мешался. Мы его убираем сюда. Сумка у нас в коричневом цвете. В белом цвете. У белой сумки черный ремень. Черная сетка. Черная подкладка. Выполнена сумка из кожи КРС. КРС это крупный рогатый скот. Синяя сумка. Синяя на самом деле очень универсальная. Подойдет под любые джинсы. Вот такая вот. Со стильной фурнитурой. Черный никель. Так же здесь убирается все. Очень приятная на ощупь. Кому не нравится кожа, у нас есть модель из текстиля. Она легкая. Выполнена из кордуры. Плотностью 1000D. Это очень плотная кордура. Мы из нее делаем вот экипировку. Внутри тоже самое. Карман. Карман на молнии. Ну и само отделение, куда поместится. Все основное, что вы возите с собой каждый день. И плюс может быть еще какая-то молочевка. Пояс выполнен из стропы. Тоже достаточно прочный. Приятный на ощупь. Фастекс. Он не расстегивается. Здесь тоже фастекс. Регулируется на разную длину. То есть подойдет на любую ногу. Так же и пояс подойдет на любую талию, на любой пояс. На бедра. Кто как носит, кому как нравится. А так же сумку можно носить через плечо. То есть можно делать вот так. Регулируется до конца. И запросто надеть на плечо. Так же. Регулируется. Регулируется. Продолжение следует...